Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. И это пятница, утро Якутии, и сегодня с вами вновь это утро встречаем мы, Павел Танин и Дарьян Кехо. Да, и хотелось бы встретить, конечно, с фразой «почти отмучились», потому что действительно пятница, выходные, вот уже вот так делают, стучатся к нам в дверь. И поэтому сегодняшний день у нас в любом случае будет наполнен радостными эмоциями в предвкушении этих двух замечательных дней предстоящих. Ну и как всегда, по нашей доброй традиции, начало нашего эфира мы начинаем с некого анонса. Что же ждет нас сегодня в нашем эфире? Ну, во-первых, в регионе заработал проект по психологической поддержке иностранных граждан для их успешной социализации и адаптации. Кто может рассчитывать на эту поддержку, узнаем у гости нашего. Приветствую! Вы с нами и обязательно обо всем узнаете. Да, ну и по традиции, конечно, напомним, что работаем мы в прямом эфире. Есть, во-первых, номер телефона, который вот на экране красиво так вот так снизу вылез. 8-914-273-4488. Поздравления какие-то, может быть, у вас есть просто хорошая новость, которой хочется вот прям жаждиться поделиться со всем, со всей республикой. Присылайте на этот номер, и мы обязательно его прочтем сами. Если будет возможность, конечно же, мы прочитаем это в эфире. Ну и не забывайте про наш телеграм-канал «Утро Якутии». Чтобы его найти в телеграме, нужно зайти в телеграм, в поиски слитно написать «Утро Якутии», и все получится. Ну и самый простой способ – это, конечно же, использовать QR-код. Вот он вот там вот находится. Берете смартфон, QR-код, сканер, просто камеру, наводите, сканируете, попадаете в наш канал, нажимаете «Подписаться» или «Присоединиться», там кнопка эта правильно называется, и будет вам счастье. Ну и, конечно, Паша, погода нас продолжает радовать, стабильная погода. Каждый день у нас жарче предыдущего. Ну а начнем мы обязательно сейчас с рассказа о погоде на сегодняшний день. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 21 градус. В заречной группе 16-21 градус выше нуля. В южных районах до плюс 20. В Илюйской группе 18-20, в Нижнеленских до 20. В западных районах 17-20, в Колымендигирской группе улусов до плюс 15. В Янских районах 10-20 градусов со знаком «плюс». На северо-западе 14-20 выше нуля. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 22 градуса. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 35 градусов. Хочется, конечно, сказать фразу, что нет, я не плачу, просто температура воздуха в глаз попала. Ну и пятница. Мы по традиции прокачиваем свои кулинарные навыки каждый раз. И актуально это делать, конечно, утром, потому что завтрак – это, как мы все знаем, самый важный прием пищи за весь день. Потому что завтрак обязательно съешь сам, обедом с другом поделись, а ужин кому-нибудь отдай. И вообще не обращай на него внимания. Вот как классный завтрак приготовить, нам подскажет наша традиционная рубрика. Давайте попробуем приготовить. Всем доброе утро. Меня зовут Гаврил Константинов. Я бармен корейского бара Коба. И сейчас я вам покажу простой и очень полезный завтрак в виде смузи. Для этого нам понадобится пол банана, 3 столовых ложек овсянки отмоченной, 5-6 минут в кипятке получается, 7-8 штук черешни без косочек, 2 чайные ложки меда и полтора столовых ложек, полтора столовой ложки кефира. И заливаем все это водой. Так, поехали. Так, банан у нас полезен витаминами В6, либо фламином. Вот, берем овсянку, заливаем. Овсянка полезная клетчаткой с ложными углеводами. Получается 7-8 штук черешни без косочек. Мед. И кефир. И заливаем все это водой. Овсянка полезная клетчатка. 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 И вот такой у нас вкусный завтрак получился. И изюминкой нашего коктейля станет кокосовый сироп, который отлично сочетается с нашим коктейлем. И для любителей аромата мы берем корицу. Можно украсить корицей. Приятного аппетита! На календаре 29 июля. И давайте сейчас узнаем о событиях, которые прошли в этот день и запомнились всем. На календаре 29 июля. Сегодня отмечают день стажера, день поворачивания налево, день помады и день лазаньи. Сегодня отмечают международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. По народному календарю в эту дату чтут память священномученика Афиногена Педахфойского, епископа и его десяти учеников. В этот день не рекомендуется ходить в лес, иначе можно встретить нечистую силу. Частые густые туманы предвещают хороший урожай грибов. В этот день в 1836 году в Париже на площади Звезды торжественно открылась триумфальная арка. В 1936 году было выпущено постановление ЦИК о положении звания Героя Советского Союза. В 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена Суворова, Трех степеней, Кутузова, Двух степеней и Орден Александра Невского. В 1971 году аппарат «Пионер-11» сделал снипки Сатурна и его колец. В 1974 году по приказу председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова создана группа «Альфов» для борьбы с терроризмом. В 1990 году город Калинин переименован в Тверь. В этот день родились Иван Айвазовский, русский живописец-маринист, коллекционер и меценат. Лара Боу, американская актриса, звезда немого кино. Наибольшую известность получившая благодаря фильмам «Пластмассовый век», «Капкан для мужчин», «Назови ее дикой», «Крылья» и другие. В 1954 году родился Игорь Крутой. Советский и российский композитор, певец, продюсер, пианист. Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Украины. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Федор, Теодор, Петр, Павел, Иван, Юлия, Матрена, Джулия, Валентина и Алевтина. В регионе запустили проект социально-психологической адаптации иностранных граждан в Якутии. Это связано с тем, что иностранцы часто подвергаются стрессам. В основном, конечно, из-за переезда и смены новой среды обитания. Другая культурная среда, другой менталитет, первичный языковой барьер и все иное, вплоть до питания. Приходится привыкать и к новой жизни вдали от родных и близких, да и вообще к атмосфере. Чтобы как-то это все смягчить, вообще вот те самые удары в регионе, организована бесплатная психологическая помощь для иностранцев. И сегодня мы более подробно поговорим об этом проекте и насколько активно иностранные граждане обращаются за помощью с нашим утренним гостем. Это Айталина Тимофеева. Она является педагогом-психологом Коррекционного отдела Республиканского психологического центра города Якутска. Доброе утро. Здравствуйте. Айталина, ну вот кто считается иммигрантом? То есть может быть есть какой-то перечень стран, может быть СНГ, да, допустим, тех же самых, которые иностранцами в принципе не считаются. Или считаются сегодня иностранцами все, ну и иммигрантами трудовыми? Да, на самом деле тут такой вопрос, что корректнее будет называть иностранные граждане, временно проживающие, либо пребывающие на территории Республики Саха-Якути. Да, а есть еще и иммигранты, это те, кто уезжают, да, и есть еще иммигранты, да. Вот, поэтому корректнее будет называть иностранные граждане. То есть это иностранные граждане, это те, кто не имеет российского гражданства, да, и приехали сюда по работе, либо для постоянного проживания, правильно? Да. Вот центр ваш реализует, как мы уже сказали, программу по психологической поддержке иностранных граждан, как вы нас поправили, что называется. В чем вообще цель этой программы, как она реализуется? Ну, как мы уже сказали, да, что иностранные граждане, когда переезжают, испытывают очень большие стрессы. И это не только в материальном плане, то есть как найти работу, жилье там. Это больше еще в эмоциональном, потому что вдали от близких, от родных, все-таки. Ну, и понятие вот это родная земля, неродная тоже все равно ощущается некое напряжение, причем оно довольно сильное. И поэтому цель данной программы – это социальная, психологическая адаптация иностранных граждан. Ну, соответственно, какими мероприятиями, да, насыщена эта программа, и посредством чего вы хотите вот облегчить ту самую адаптацию? Да, то есть, когда мы составляли программу, мы сейчас тоже проводим исследования, да, диагностику проводим, да, опросы для того, чтобы, ну, так скажем, выявить специфику, может быть, да, территориальную какую-нибудь. А так мы сейчас включили индивидуальные консультации для экстренной психологической помощи, когда вот если они не могут, допустим, как-то покинуть дом, квартиру, да, потому что там имеют маленьких детей, например. Для этого у нас есть номер телефона доверия экстренной психологической помощи, куда они могут обратиться, не выходя из дома. У нас еще просветительские лекции. Катерина, вынуждена вас прервать. Прямо сейчас необходимо прерваться на короткую паузу, после которой мы вернемся и продолжим общаться на эту тему. Вы смотрите новости. Доброе утро. Дошкольные учреждения Якутска готовят к новому учебному году. Так, ремонтные работы сейчас ведутся в 8 детских садах столицы. Детский сад номер 52 «Белочка» был построен в 1981 году, но с тех пор в типовом каменном здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Поэтому с середины июня здесь работают подрядные организации. Они меняют трубы, радиаторы, отопительные системы, также канализацию, а на первом этаже сделали стяжку полов. Планируется, что ремонтные работы закончатся 10 августа. Отмечу, что детский сад «Белочка» – одно из крупных учреждений дошкольного образования столицы. Его посещают 230 малышей Октябрьского округа. В этом году нам полностью меняют все отопление в детском саду и частично меняют канализацию. То, что у нас еще оставались чугунные трубы для канализации, все это заменили. На первом этаже, да, там дуло из-под пола, там тоже делают утепление, заделывают швы. Но будем надеяться, посмотрим, как будет этой зимой. Кроме того, у нас замерзал водопровод, замерзала канализация. Так как у нас вышел из строя спутник, он рассыпался, уже где-то два года у нас нет спутника, вот тут же нам полностью восстанавливают спутник. 11 школ в этом году стали участниками федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Это комплексный проект, который подразумевает не только капитальный ремонт зданий, но и оснащение современным оборудованием, мебелью, учебниками, а также повышение квалификации учителей и педагогических работников. Всего в этом году на реализацию программы было выделено порядка миллиарда рублей из федерального и около 100 миллионов рублей из республиканского бюджета. Известно также, что внимание будет уделено и безопасности обучающихся. Так в школах проведут антитеррористические мероприятия и оснастят учреждения сигнализациями, видеокамерами и ограждениями. Наша задача, чтобы 1 сентября дети зашли в обновленные подготовленные школы. До 10-20 августа должен завершиться капремонт и затем уже подготовка самих учреждений к открытию учебного года. И мы рады тому, что эта федеральная программа будет действовать еще несколько лет. В следующем году, иду 26-го года, мы ожидаем, что почти все, или может быть даже все учреждения города Якутска, это школы, пройдут через эту программу. В Якутске сельскохозяйственный техникум приехала комиссия из Москвы. Также сюда съехались представители 6 образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа. Они будут защищать свой дизайн проекта, создаваемых образовательно-производственных центров, кластеров. Напомним, сельхозтехникум выиграл грант в 100 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Проект направлен на создание в регионах образовательных кластеров. В состав такого кластера республики вошли 7 профессиональных образовательных организаций и 2 опорных предприятия. Приехала Маклина Елена Александровна, это руководитель проекта. Идет аудит наших лабораторий, которые будем делать ремонты. Где-то 20 лабораторий должны меняться. Жители Якутии продолжат получать новые профессии и повышать квалификацию благодаря национальному проекту «Демография». В Якутии продолжается программа бесплатного обучения в рамках проекта «Содействие занятости». Его цель – дать возможность людям с любым уровнем образования сохранить работу, найти новую или открыть свое дело. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» для граждан региона представлены более 900 программ. От рабочих специальностей до сферы информационных технологий. Это утро Якутии. Мы, прежде чем ушли на короткую паузу, начали разговаривать на тему психологической помощи иностранным гражданам, пребывающим на территории республики. И вот продолжаем эту тему. Но остановились мы на том, какие программы в рамках этой помощи реализуются. То есть есть горячая линия, я так понимаю, возможность выезда к гражданину, который не может покинуть свой дом, к нему или по телефону с ним связаться. Нет, только по телефону. Только по телефону. Тяжело, да? Самой тяжело справиться. Переехала, скучаю, не могу, работы нет, поддержки нет, друзей нет. И хочется поговорить с психологом. Возможно ли прийти на индивидуальную беседку? Да, конечно, можно прийти на индивидуальную консультацию. И при этом у нас здесь будут еще просветительские лекции. То есть иногда человеку нужно просто понять, что с ним происходит. Потому что я вот тоже раньше сама ездила, и я вообще не понимала, что с ним происходит. Я была студентка. И тогда, если бы, допустим, я бы просто поняла, что со мной, что это процесс социальной адаптации, что это культурная адаптация. Это же совсем разные менталитеты и тому подобное. Поэтому будут просветительские лекции, где мы тоже можем в групповой уже форме оказать друг другу поддержку. А, соответственно, самый главный вопрос, а как вы справляетесь с языковым барьером? Ведь зачастую иностранные граждане, они очень плохо владеют русским языком, и уж тем более русским языком в психологии, да, какими-то терминами, возможно, не совсем, да, поймут. Как здесь вы справляетесь? Да, мы у нас, получается, программа, это составлено совместно с Министерством внешних связей. Поэтому у нас будут работать переводчики, опросы, которые мы сейчас проводим в диагностических целях, тоже они все переведены на несколько языков. То есть проблем с этим не должно возникнуть, да? Ну и последний вопрос, конечно же, мы поговорили о том, как вы помогаете, а как помощь получить, как связаться, куда обращаться, куда можно прийти, куда позвонить? Угу. Связаться для записи на индивидуальные консультации и групповые встречи, например, либо лекции можно записаться по номеру 319109. Угу. И если экстренная психологическая помощь нужна, да, то это 8800 100 ровно 3550. Угу. А если прийти к вам, то это адрес? Адрес Курашова, 36, Республиканский психологический центр. Отлично. Ну что, спасибо большое, Айталина, что вы посетили наш утренний эфир. Ну а мы, наверное, обратимся сейчас даже больше не к иностранным гражданам, а тех, кто их курирует, да, кто привозит их сюда, допустим, работодатели, те же, или те же самые родственники, да. Если вы вдруг видите, что вашим близким или вашим коллегам нужна психологическая помощь, что вот она есть. Главное обратиться вовремя, и специалисты вам обязательно помогут. Вот, думаю, на самом деле, одна из хороших вещей, которая позволяет адаптироваться в новой среде, это, конечно же, держаться со своими земляками вместе и организовать праздники. Вот, например, домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника. Это эсэх, который пройдет уже завтра в Москве, 30 июля в Коломенске. Об этом сообщил шеф-повар мероприятия Николай Атласов. По словам Андрея Федотова, постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте России, празднование эсэха в этом году пройдет в 16-й раз. Организацией праздника занимается намский улус. Буду готовить простой домашний суп из мяса, второе блюдо, строганину, все просто. Но мясо для супа будет из намского улуса, поэтому у него будет особенный вкус, сказал Атласов на пресс-конференции, посвященной праздничным мероприятиям. Продолжаю тему праздников. Сегодня во всем мире отмечается Международный день тигра. Праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на земле. Тигринный саммит в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Ежегодно этот праздник отмечается 29 июля. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Напомним, тигр находится под международной охраной и внесен в Красную книгу. Так, с 1947 года действует полный запрет охоты на тигров, а с 1955 года действует строгое ограничение на отлов тигрят. Праздник в различных местах отмечается по-разному. Например, в некоторых зоопарках по всему миру хищники в такой день получают особо вкусный паек и подарки. Международная организация Global Tiger in... Нитетив? Международному дню тигра приурочила сбор около 350 миллионов долларов в целях сохранения популяции тигров и заявила, что к 2022 году популяция диких кошек не только не исчезнет, но даже удвоится. Радостная новость. Особенно нравится, что ты не можешь охотиться на тигра, но ничто не запрещает тигру охотиться на тебя. Да, но тем не менее, если как бы животные, существа такие, животные и животные такие, что если ты не представляешь для них угрозы, они как бы только если покушать, могут за тобой побегать. Ну, тоже редко. Но вообще сейчас в нашей следующей рубрике, традиционный пятничный мы питомец, мы расскажем о тигре, который живет на территории якутского зоопарка Артодоиду. Возможно, это невозможно, скорее всего, единственный тигр на территории Якутии. Поэтому давайте посмотрим, как же он живет в наших непростых, наверное, для тигра условиях. Тигр живет в зоопарке уже более 10 лет. И эта девочка, зовут ее Аня, приехала она из Красноярского парка флоры и фауны Роев-Ручей. Там она родилась, и у них такая традиция, что называть тигров растительными именами. То есть у нее папа кедр, мама ирис, а ее назвали Анечкой в честь цветка Анютина Глазки. Потому что рисунок вокруг глаз, вы знаете, что у тигров они как бы индивидуальные, как отпечатки пальцев у людей. И рисунок вокруг ее глаз, он похож на цветочек Анютина Глазки. В Якутии, конечно, тигр впервые содержится в экстремальных условиях Якутии. Но и опыт показывает, что это возможно. И у нас, например, по нашим наблюдениям, она выходит зимой, практически постоянно в наружном вольере, нежели чем летом. То есть зимой как-то ей комфортнее даже, посетителей меньше. И она себя чувствует хорошо. У нее к осени отрастает хороший подшерсток. То есть, в принципе, тигры существовать в наших климатических условиях могут. Вы знаете, что заходы в Якутию неоднократные были, республику. Но здесь слабая кормовая база все-таки у нас в республике. Вообще, амурский тигр, он питается в природе. Это кабанами, пятнистым оленем, это основа рациона. В зоопарках питаются в основном мясом различным. Например, наша тигрица любит говядину. Она предпочитает говядину, а рыбы – это кита, горбушу, киту любит, красную рыбу. А, скажем, такие виды, как омуль, чир, наши речные, муксун, такую рыбу она не ест совершенно. Ну и мы подкармливаем еще витаминами, конечно. Яйцо любит, творог иногда ест. И также, как все кошки, наверное, кто домашних кошек держит, тоже любит травку пожевать. Это им необходимо для того, чтобы очищать кишечник. Поэтому, ну, все-таки основа рациона – это же плотоядное животное, это, конечно, животные корма. И это в основном мясо. Мясо и рыба. Тем временем в Якутии стали развивать совершенно новый вид отдыха. Так, буквально на днях на берегу реки Амгей прошел женский ретрит. Этот слоган собрал население знакомых друг другу женщин в один круг, в котором участницы провели три дня на живописных местах реки. Не секрет, что в летнее время Амга притягивает к себе туристов со всех концов республики. С каждым годом отдыхающих становится все больше и больше. Приезжают дикарями на турбазы, на сплавы. Но этот тур особенно запомнился тем женщинам, которые приняли участие в них. Около дюжины прекрасных женщин разных возрастов приехали на берег реки именно за духовным общением. Медитации, йога, консультации квалифицированных психологов, телесные практики, а самое главное – общение с близкими по духу людьми. Помощь в решении сложных задач, раскрытие внутренних блоков и комплексов. Все более востребованными становятся подобные туры, совместные медитации и ретриты. Для чего вообще устраиваются подобные туры, подобные поездки? Это, конечно, общение людей. Общение людей не просто людей, которые давно знакомы, а именно расширение. То есть новые горизонты, новые знакомства. Это общение людей по интересам. То есть их уже априори что-то связывает, какая-то одна идея, мысль, хобби может быть. И вот эти люди собираются и едут вместе отдыхать. Таким образом они расширяют круг знакомых. Возраст, статус, социальное положение роли не играют. Главное – желание раскрыться, получить новые знания и новые знакомства. Участницы проекта туром остались довольны. Ожидания претворились в реальность. Для меня это все новое было. Я не знала, что такое йога. Узнала девушку, которая йогу знала, как только гимнастику. А оказывается, вот такая визуализация. Мне все вот это понравилось. И я буду начинать этот путь йоги с нуля, получается. И очень много получаешь ответов на свои личные вопросы. Это вообще очень хорошо. Это вообще полезно. Притом полезно в любом возрасте. Даже в моем. Человек всегда развивается. В любом возрасте поехать. И что-то для себя какую-то ступеньку выше найти и подняться. Это же хорошо. И это омолаживает. Это же такая красота. Это же просто прелесть. Вот спасибо огромное организаторам. Место было выбрано не случайно. Земляничка. Турбаза уединенная и по-женски ароматная. В обилии здесь растет не только земляника, но и цветы, и душистые травы. И все это дает пищу медоноса. Эльвира Васильевна, хозяйка турбазы, держит здесь же собственную пасеку. А туристов принимать начала в 2020 году. Освоив дальневосточный гектар под турбазу. Как раз в год пандемии, чтобы людям не приходилось прятаться в душных квартирах. И с каждым годом наплыв отдыхающих только растет. Растут и планы хозяев турбазы. Рекламу мы особо нигде не даем. Сами вот друг другу рассказывают. Как говорится, сарафанное радио. И так как я вышла на пенсию, решила заняться туризмом. Но мы постоянно строимся потихоньку. В том году мы построили зимний дом, который мы будем уже с сентября месяца сдавать для охотников и любителей просто отдохнуть на природе. И будет работать он у нас круглогодично. В планах строительство у нас. Строительство гаража, чтобы люди могли приехать и спокойно поставить машину в гараж. Ну, у нас есть проект турбазы нашей. Мы тихонечко осваиваем, по проекту строим постепенно то, что там есть. У нас должны быть еще три летних домика. Вот примерно на этом месте, где вы стоите. Волейбольная площадка будет, шахматы в человеческий рост. И беседки дальше. Ну, как положено все дальше потихонечку. Ретвит – это общение с природой, отдых от городского напряжения, гаджетов и суеты. Это именно то, в чем нуждаются сегодня горожане. И у этого спокойного, вдумчивого вида отдыха большое будущее и в Якутии. Интерес к нему уже проявляют жители больших городов из других регионов и даже стран. Дмитрий Тымыров, Нина Слепцова, ОМГА. Но та якутская тайга, для тех, кто не видел ее, кажется пугающей и суровой. Но те, кто был здесь хотя бы один раз, влюблялись в нее навсегда. Зимой таежный лес завораживает своей сказочной красотой. Летом удивляет разнообразием красок и обилием ягод, грибов и лесных обитателей. Об отдыхе на природе уже не на реке, а непосредственно в тайге, рассказывает неренгринский фотограф, рыбак и охотник Юрий Каковин. Первый опыт рыбака Юрий Каковин приобрел в далеком детстве. И с тех пор любовь к природе не оставляет его ни на минуту. Первого рыбку я поймал самостоятельно, наверное, лет шесть. Я даже помню, потому что мама меня чуть не со слезами на глазах отпустила на рыбалку, а до реки километр идти. Я помню, что я шел и боялся, что мне казалось, что из-под каждого дерева выглянет волк или медведь, и они меня бросятся. Но пришел на речку, размотал удочку, закинул, и все, и все страхи остались позади, там, в лесу. Юрий Каковин не считает себя туристом. Массовые походы не для него. Большую часть времени в лесу он проводит один. Рыбачит, фотографирует животных, природу. Но верным напарником всегда была и есть супруга Галина, с которой рука об руку идут уже 45 лет. И за эти годы собрали немалую коллекцию полевых рецептов. Будем заваривать настоящий полевой чай. Это рода Дендеран Адамса. Чай, щепетку чая. Так, золотой корень. Вот чуть-чуть золотого корня. Сделаем обычную заварку чая. И еще у нас... Сейчас, сейчас... Еще у нас... Чебрец. Сердечная травка. Чебрец. Если поароматнее, то кладем побольше ее. Она с такими красивыми цветочками и запах, конечно, очень... Ну и полезная. Вот, зальем, зальем кипяточком и настоится у нас заварка чая. Будем пить такой чай. За годы в тайге Юрий Николаевич изучил повадки животных и птиц. Вместо ружья – фотоаппарат. И его трофеями любуется весь мир. Прожить без природы, не думать о ней хотя бы час в сутки. Не получается. Постоянно же думаешь. Вот мечтаешь там побывать где-то, залезть на какую-то гору, сплавиться по какой-то реке, поймать непойманного таймения, сфотографировать своего медведя, волка, глухаря, рябчика в тысячный раз, белку в миллионный раз сфотографировать. Говорят, что ты фотографируешь белок, тебе же интересно. А я говорю, а мне всегда интересно. Вдруг что-нибудь новое, вдруг она по-другому моргнула, эта белка. Ну и, в общем-то, каждый час, наверное, я думаю о той природе, которая рядом со мной. Здесь, в Якутии, люди не только живут и работают, но и отдыхают. Главное – ценить эту красоту и бережно относиться к природе, чтобы сохранить такое богатство для наших потомков. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а сейчас наш эфир продолжит рубрика «Музейный гид». И мы расскажем о выставке Третьяковской галереи, которую продлили, кстати говоря, до сентября. Национальный художественный музей и Государственная Третьяковская галерея представляют уникальный, яркий, самобытный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи». На выставке представлены многие известные имена ярких и талантливых художников. И про первого художника сегодня мы с вами поговорим. Выдающийся русский живописец Василий Андреевич Тропинин родился в Новгородской губернии. До 1823 года художник являлся крепостным. Изначально у графа Антона Сергеевича Миниха, впоследствии он был крепостным у Ираклия Ивановича Моркова. Впоследствии от графа Моркова он получил вольную и уже в 1824 году удостоился звания академика портретной живописи. Получив вольную, получив долгожданную свободу, Тропинин поселился в Москве, где стал одним из самых уважаемых у жителей города художников. Картина, представленная на выставке, золотошвейка, является одним из признанных шедевров художника. Название произведения связано с родом занятий, изображенной девушке. И мы видим, девушка вышивает позолоченными металлическими нитями. Этот вид прикладного искусства был широко популярен в России на протяжении столетий. Но наибольшего расцвета получил во второй половине 18-го, первой половине 19-го века. Труд золотошвейек был нелегок и требовал от мастериц аккуратного и точного исполнения. Мы видим, что композиционно девушка оторвалась, оставила свое занятие и обратила взор на зрителя. Обаятельный образ дополняет красивый красный платок, небольшие сережки. А такие детали, как подвитые у висков пряди, украшающие волосы костяной гребень, свидетельствуют о том, что девушка следила за модными тенденциями. Виртуозно, любовно художник выписывает и рабочий инвентарь золотошвейки. Мы видим на переднем плане и ножницы, пяльца, катушку с золочеными нитями. А художнику была очень интересна жизнь разных сословий, разных людей России. И в том числе люди, представители крестьянства и ремесленники, вот к числу которых и принадлежит наша героиня. Привлекает и также колорит самой живописи девушка. Ее образ подсвечивается мягким свечением. И мы видим, насколько богата нюансами вообще сама живопись в картине. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это уникальное, яркое, живописное произведение своими глазами. Уже на следующей неделе в местности Артодайду пройдет третья практическая бизнес-конференция Якутии. Где соберутся ведущие предприниматели региона, чтобы обменяться опытом работы. Мероприятие станет ключевым аспектом развития бизнеса и бизнес-сообщества Республики в современных реалиях. Вот о том, какая программа ждет предпринимателей Якутии в этом году на конференции, и что вообще будет по итогам, поговорим сегодня с нашими гостями в студии. Это Марьяна Андреева и Джулстан Иванов, организаторы конференции этого года. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какое мероприятие вы проводите, да, наверное, вот к Марьяне первый вопрос будет, и чем она вообще полезна для вот наших бизнес-сообществ? Ну, как уже сказали, 5-6 августа мы проводим уже третью практическую бизнес-конференцию Якутии. Она пройдет в местности Артодайду. Местность выбрана не случайно, там проводились многие мероприятия. Это место силы, и идеи, воплощенные в Артодайду, они всегда имеют продолжение. Вот. Гостями нашей бизнес-конференции будет 5 российских спикеров, известных бизнес-тренеров, которые расскажут о бизнес-процессах, то есть маркетинг и продажи в бизнесе, это очень важно. Работа с персоналом, потому что без расширения персонала невозможно расширяться. Еще эксклюзивным будет компания Franchising Intellect, которая расскажет, как упаковывать предприятия во франшизы. Мы этот формат как бы впервые их приглашаем. Будет еще спикер Евгения Галяева, она специализируется на системном построении бизнеса и работе с владельцами именно бизнесов. Вот. И еще будет Дина Фролова, она специализируется на финансах, конкретно в правильном построении финансов, финансового планирования. Поэтому все спикеры направлены с практической частью для помощи бизнеса. Но, конечно же, еще основной фишкой являются наши местные якутские успешные бизнесмены, 25 спикеров у нас известных бизнесменов, в том числе руководитель группы компании Немигюнский хлебокомбинат Вячеслав Нестеров, производственная компания Камелеок Ольга Григорьева и молодой, очень такой взорвавший, можно сказать, рынок. Это вот настоящая пекарня Денис Лыткин. Это герои, которые... На которых стоит равняться. И поучиться узнать их секреты. Почему им это удается, а другим не удается. Джулстан, конференция проводится уже в третий раз, если не ошибаюсь. Какие-то вот изменения в этом году, в отличие от предыдущей конференции, планируются или нет? Или в принципе формат всегда один-один? Ну, суть всегда одна и та же. Суть в том, чтобы объединить предпринимателей. То есть обычные предприниматели, они в своем коллективе самые умные, способные. Но а кто выше, с кем объединиться, у них такого нет. И они все переходят, и все объединяются. Там, конечно, формат чуть-чуть меняется. Чуть больше спикеров, чуть сильнее программы, чуть более экспертные спикеры. Но в сути одна и та же. Проводится в третий раз 2018 года. Если бы не пандемия, уже было бы в пятый раз. А так в 2018 году было 250 человек, в 2019 году было 180 человек. Можно назвать так фальш юбилейная конференция, потому что была бы в пятый раз. Вот мы сейчас видим кадры с предыдущих. Бизнес-конференции. Достаточно много людей, активная программа, очень много спикеров. Все так очень интересно излагают свои мысли, и люди слушают. Но, конечно, должен быть какой-то итог. А вот помимо... Мы обсудим это чуть позже. Вот Марьяна уже затронула, что фишкой станет один момент. Может быть, есть еще какие-то интересные моменты, которые будут именно на этой конференции в Ведерине? Ну, учебная часть конференции, это, конечно, обязательная часть деловая. Но помимо деловой, мы хотим, чтобы предприниматели поближе узнали друг друга, и был обширный нетворкинг среди предпринимателей. И поэтому у нас 5-го числа будет вечер дружбы вечером. Будет его проводить наша Яна Угарова со своими песнями. Это... Оно всегда очень тепло, очень душевно проходит. Помимо этого, каждое утро с 7.30 будет утренняя зарядка. 5-го и 6-го мы начинаем день с утренней зарядки от самого известного фитнес-тренера Натальи Сарай, студии, фит-студия. Вот. И Ортодойду, как туристический комплекс, мы презентуем наш новый бассейн, очень большой, с подсветкой, подогреваемый. Сейчас работы прямо каждый день нескончаемо идут, и участники конференции будут первыми, кто на себе опробует этот наш новый бассейн. Знаковое событие, мне кажется, конечно же. Да вот по поводу количества участников. Сколько уже участников на сегодня записано, и сколько вообще планируете количество участников? Сейчас точных записей уже 150. Конечно, хотим больше, 200-250, еще больше, потому что сейчас уже каждый... Ну, обычно в последнюю неделю записываются, и сейчас каждый день очень много звонков, и мы ожидаем, что будет много лет. Ну, то есть количество не ограничено, да, участников? Количество не ограничено, потому что... Площадь позволяет. В два года все ожидали, чтобы... Соскучились. Соскучились. А то есть вы будете прямо там просто в течение дня находиться, или с ночлегом? Мы будем находиться целых два дня с утра до вечера. Да, есть общие, как бы, выступления, а есть потом еще четыре секции, где разделяются сразу участники по четырем секциям. Кто-то идет учиться по финансам, по маркетингу, кто-то по работе с персоналом. У нас еще есть отдельная секция владельцев бизнеса. Все владельцы бизнеса, они отдельно еще будут обучаться на этой секции. Интересный вопрос. А участие-то бесплатно, или все-таки нужно какую-то финансовую затрату? Орг-взнос. Да, организовываемый. Да, орг-взнос обязательно, потому что наша конференция, мы же все бизнесмены, как говорится, да? Да, да. Она проводится без никакого участия государства или каких-то бюджетных вливаний. То есть каждый предприниматель, который туда приходит, сам же оплачивает за свое питание, плюс организационные расходы. И это у нас упаковано в пакеты. У нас есть три вида пакета. Есть пакет стандарт, он стоит 7500. Это за два дня, за полных дня, это, думаю, с питанием, это не так уж дорого. Есть пакет SEO. SEO-пакет, это для владельцев бизнеса. Он дает доступ к секции владельца. То есть не каждый туда может. Он стоит 16 тысяч рублей. И есть, конечно, пакет партнер. Владельцы этого пакета, кто покупает, они могут дополнительно давать рекламу. То есть на такую аудиторию уже, на всю республику. Все время конференции? Да, во время конференции будут крутиться их ролики, плюс буклеты могут раздавать. И он стоит 28. Ну вот последний наш вопрос, нашей беседы. А какого, может быть, резонанса, пользы от конференции вы ожидаете лично для региона нашего? Два последних года показали, что конференция дает очень колоссальный эффект. Во-первых, наша конференция проводится под слоганом «Сильный бизнес, сильная республика». Не может быть сильной республики без большого количества бизнесменов и бизнесов построенных. Конечно же, если бизнес сильный, это же вновь созданные рабочие места, много уплаченных налогов, рост благосостояния сотрудников, новые инвестиционные проекты и инвестиционные вклады в активы. Поэтому это все взаимосвязано и в связи с этим мы хотим, чтобы больше и больше предпринимателей воспользовалось инструментами и пришло на нашу конференцию. Марьяна, Джулстан, спасибо вам большое. Надеюсь, конференция пройдет, как и задумано, все получится. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, в эфире новости. Институт Оупен проводит дни открытых дверей в библиотеках Якутска. С 2021 года СВФО является региональным оператором федерального проекта «Содействие занятости». Проект направлен на бесплатное обучение и помощь в трудоустройстве тех категорий граждан, для которых это особенно актуально. Широгий выбор программ представлен от образовательных учреждений участников проекта со всех регионов страны. СВФО в этом году представил три программы «Менеджмент», «Адаптивная физическая культура» и «Предпринимательство». До 4 августа в трех библиотеках города, в библиотеке «Смарт», «Белинского» и «Созвездие». Всем желающим помогут зарегистрироваться на электронной площадке «Труд всем» и подать заявку на бесплатное обучение. В проекте могут участвовать некоторые категории граждан. Это у нас в первую очередь безработные, это люди, которые находятся под риском увольнения, это женщины, которые имеют малолетних детей, которые нетрудоустроены, а также есть возможность обучиться у женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, также могут обучаться предпенсионеры и пенсионеры. Также с этого года могут обучаться люди до 35 лет, которые не могут тоже трудоустроиться. Возле Якутска нашли позвонок водного динозавра, жившего около 200 миллионов лет назад. Уникальный артефакт был обнаружен в юрских отложениях на Птабагинском мысе. Юные исследователи Малой Академии Наук Республики во время научно-исследовательской экспедиции школьников Эл-Айада нашли шейный позвонок пелезиозавра. Пелезиозавры жили в море и в длину достигали до 18 метров, с массой тела до 700 килограммов, высота 3-4 метра. Ископаемый образец сейчас находится в музее под открытым небом известного в Республике Краеведа. Учитель о географии Ойской средней школы, руководитель экспедиции Эл-Айада Прокопия Наговицына. В Амгинском районе участились случаи выхода медведей вблизи населенных пунктов. Также случаи были зафиксированы и на автодороге Амга. Мишек видели у населенных пунктов в селах Балагур, Покровка, Абага и Сатагай. Как отмечают инспекторы экологического надзора, в этом году вопрос о регулировании медведей стоит очень остро. Так как 1 марта текущего года вышел приказ Министерства природных ресурсов России, если раньше разрешение на добычу действовало в течение одного месяца, то согласно новому приказу охотнику выделяется всего трое суток. В этом году охотникам села Сатагай был ликвидирован один хищник, который создавал угрозу для сельскохозяйственных животных. Инспекторы Амгинского экологического надзора призывают жителей и гостей быть предельно внимательными и осторожными. С 2017 года за 5 лет в Амгинскую инспекцию поступило 38 обращений граждан. И по данным обращениям было уполномоченным органам вынесено решение на регулирование данных хищников, из которых в семи случаях хищники были отрегулированы. Но это связано, скорее всего, с прошедшими и с происходящими пожарами в соседних районах. Сокращаются места обитания животных в целом. Ростелеком пополнил коллекцию якутского кино в видеосервисе ВИНК. Для удобства пользователи фильмы собраны в отдельную категорию «Якутское кино». В онлайн-кинотеатре доступны для просмотра киноленты «Рядовой Чиерин», «Тагандархан», «Черный снег», «Его дочь», «Пугала», «Ичи», «Нет бога», «Кроме меня» и «Ит». Также с 14 июля коллекция пополнилась эксклюзивным фильмом «Холодное золото», снятой в жанре вестерна. От сегодняшнего дня добавилась следующая киноновинка – приключенческая комедия Владимира Кота «Дикая». На этом все. Хорошего дня. Вот такой была эта неделя. И я, Дарьян Кехова, и Павел Танин. Благодарим всех, кто встречал это утро с нами сегодня. Да и вообще все эти утро с поддельника по пятницу. До встречи. Хороших выходных.